провал дарпа одна из самых больших ошибок в истории науки бомба на основе изомера графния hf 178 м в квадрате могла стать самой дорогой и мощной в истории неядерных взрывных устройств но не стала сейчас этот случай признан одним из самых громких провалов дарпа агентство перспективных оборонных проектов американского военного ведомства статья в популярной механике за 27 декабря 2019 года излучатель был собран из выброшенного рентгеновского аппарата стоявшего некогда в кабинете зубного врача также бытового усилителя купленного в ближайшем магазине он сильно контрастировал с громкой вывеской центр квантовой электроники которую видели входящие в небольшую служебную пристройку в техасском университете в далласе однако со своей задачей аппарат справлялся а именно исправно бомбардировал потоком рентгеновских лучей перевернутый пластиковый стаканчик конечно сам стаканчик был совершенно ни при чем он просто служил подставкой под еле заметный образец гафния вернее его изомера hf 178 метров в квадрате м в квадрате эксперимент продолжался несколько недель но после тщательной обработки полученных данных директор центра карл коллинз объявил о несомненном успехе судя по записям регистрирующей аппаратуры его группа нащупала путь к созданию миниатюрных бомб колоссальной мощности устройств размером с кулак способных производить разрушение эквивалентной десяткам тонн обыкновенной взрывчатки так в 1998 году началась история изомерной бомбы которая в дальнейшем стала известна как одна из самых больших ошибок в истории науки и военных исследований и так гафний гафний 72 элемент периодической системы менделеева этот серебристо белый металл получил свое имя в честь латинского названия города копенгагена гафния где он был открыт в 1923 году диком костером и дьердом хэвеши сотрудниками копенгагенского института теоретической физики научная сенсация в своем отчете коллинз писал что ему удалось зарегистрировать крайне незначительный рост рентгеновского фона который испускал облучаемый образец между тем именно рентгеновское излучение является признаком перехода гафни из изомерного состояния в обыкновенное следовательно утверждал коллинз его группе удалось добиться ускорение этого процесса за счет бомбардировки образца рентгеном при поглощении рентгеновского фотона с относительно небольшой энергии ядро переходит на другой возбужденный уровень а затем следует быстрый переход на основной уровень сопровождающийся высвобождением всего запаса энергии чтобы заставить образец взорваться рассуждал коллинз нужно лишь увеличить мощность излучателя до определенного предела после которого собственное излучение образца окажется достаточным для того чтобы запустить цепную реакцию перехода атомов из изомерного состояния в нормальное результатом станет весьма ощутимый взрыв а также колоссальный всплеск рентгеновского излучения научное сообщество встретило эту публикацию с явным недоверием в лабораториях по всему миру начались эксперименты по проверке результатов коллинза некоторые исследовательские группы поторопились заявить о подтверждении результатов хотя их цифры лишь незначительно превышали измерительные ошибки но большинство экспертов все же сочло что полученный результат является следствием неверной интерпретации экспериментальных данных военный оптимизм однако одна из организаций чрезвычайно заинтересовалась этой работой несмотря на весь скептицизм научного сообщества американские военные от обещаний коллинза буквально потеряли голову и было отчего изучение ядерных изомеров открывало дорогу к созданию принципиально новых бомб которые с одной стороны были бы значительно мощнее обыкновенной взрывчатки а с другой не подпадали бы под международные ограничения связанные с производством и применением ядерного оружия изомерная бомба не является ядерной поскольку в ней не происходит превращение одного элемента в другой изомерные бомбы могли бы быть очень компактны у них нет ограничения по массе снизу поскольку процесс перехода ядер из возбужденного состояния в обычно не требует наличия критической массы а при взрыве высвобождали бы огромное количество жесткого излучения уничтожающего все живое к тому же гафниевые бомбы можно было бы рассматривать как относительно чистые ведь основного основное состояние гафния 178 стабильно он не радиоактивен и при взрыве практически не происходило бы заражение местности выброшенные деньги в течение последующих нескольких лет агентство DARPA вложила в изучение гафния несколько десятков миллионов долларов однако военные так и не дождались создания рабочего образца бомбы отчасти это объясняется неудачами исследовательского плана в ходе нескольких экспериментов с использованием мощных рентгеновских излучателей коллинзу не удалось продемонстрировать хоть сколько-нибудь значимое увеличение фона облучаемых образцов исследовательское агентство минобороны сша занимается разработкой оборонных технологий на счету DARPA множество успешных проектов но как показала история с гафниевой бомбой и на старуху бывает проруха попытки повторить результаты коллинза в течение нескольких лет предпринимались неоднократно однако ни одна другая научная группа не смогла достоверно подтвердить ускорение распада из-за мерного состояния гафния этим вопросом занимались и физики из нескольких американских национальных лабораторий лос-аламовской аргонской и ливерморской они использовали значительно более мощный рентгеновский источник advanced photon source аргонской национальной лаборатории но так и не смогли обнаружить эффект индуциированного распада хотя интенсивность облучения в их экспериментах на несколько порядков превышала аналогичные показатели в опытах самого коллинза их результаты подтвердили и независимые эксперименты в еще одной национальной лаборатории сша брукхейвенской где для облучения использовался мощный синхротрон после ряда неутешительных выводов интерес к этой теме у военных угас финансирование прекратилось и в 2004 году программа была закрыта бриллиантовые боеприпасы между тем самого начала было ясно что при всех своих преимуществах изомерная бомба обладает и целым рядом принципиальных недостатков во-первых гафни 178 м2 радиоактивен так что бомба будет не совсем уж чистая некоторое заражение местности не сработавшим кафнем все же произойдет во вторых изомер гафни 178 м2 не встречается в природе а процесс его наработки довольно дорог получить его можно одним из нескольких способов либо облучая альфа частицами мишень из этербия 176 либо протонами вольфрам 186 или природную смесь изотопов тантала таким способом можно получать микроскопические количество изомера гафни который которых должно вполне хватить для проведения научных исследований более менее массовым способом получения этого экзотического материала выглядит облучение нейтронами гафни 177 в атомном реакторе на тепловых нейтронах точнее выглядело пока ученые не подсчитали что за год в таком реакторе из одного килограмма природного гафни содержащего менее 20 процентов изотопов 177 можно получить всего навсего около 1 микрограмма возбужденного изомера выделение этого количества отдельная проблема ничего не скажешь массовое производство а ведь масса малого боевого заряда должна составлять хотя бы десятки граммов получалось что такие боеприпасы получаются даже не золотыми а прямо-таки бриллиантовыми научное закрытие но вскоре было показано что и эти недостатки не являются решающими и дело тут в несовершенстве не в несовершенстве техники или недоработках экспериментаторов окончательную точку в этой нашумевшей истории поставили российские физики в 2005 году евгения евгений ткаля из института ядерной физики мгу опубликовал в журнале успехи физических наук статью индуцированный распад ядерного изомера гафни 178 м2 и изомерная бомба в статье он изложил все возможные способы ускорения распада изомера гафни их существует всего три взаимодействие излучения с ядром и распад через промежуточный уровень взаимодействие излучения с электронной оболочкой которая затем передает возбуждение на ядро и изменение вероятности спонтанного распада проанализировав все эти способы ткаля продемонстрировал что эффективное снижение времени плаву распада изомера под действием рентгеновского излучения глубоко противоречит всей теории лежащей в основе современной ядерной физики даже при самых благожелательных допущениях полученные значения были на порядке меньше чем те о которых рапортовал коллинз так что ускорить выделение колоссальной энергии которая заключена в изомере гафни пока что невозможно по крайней мере с помощью реально существующих технологий статья ошибка пентагона опубликована в журнале популярной механики номер 10 за октябрь 2007 года провал дарпа одна из самых больших ошибок в истории науки